Всем привет, с вами я Мартина Эльстер и мы начинаем наш влог. Всем привет, сегодня мой первый такой полноценный день в Киеве после приезда. Мы сейчас приехали в Местетский Арсенал, вот тут вот эта вывеска. В общем, мы приехали сюда посмотреть, что тут происходит вообще. Насколько я знаю, тут разные мастер-классы для детей, поэтому с сестрой приехали сюда и с папой. Вход стоит 200 гривен, если я не ошибаюсь. Итак, я уже нахожусь внутри этого местетского арсенала. Сзади на моем фоне можно найти список всех мастерских, которые есть на данном объекте. И что тут интересно? Вот с самого начала при входе находятся такие картины, висят на стене. Но поскольку существуют люди с ограниченными возможностями, которые не могут увидеть эти картины, здесь есть такие макеты этих картин, и эти люди могут подойти и ощупать эту картину. Также тут есть везде все надписи, которые выбиты специальным языком для слепых людей. Вот тут всё можно потрогать и ощупать эту картину, так скажем. Я уже тут прошлась, посмотрела, что тут есть интересное. И тут много людей, и действительно очень интересно. И в принципе, если у вас есть выходной день, приехать сюда с семьёй действительно стоит. Вот уже тут мастерская для художников. Тут всё предназначено для детей, но также взрослые охотно берут участие во всяких мастер-классах. Сидит ребёнок, лепит из глины. Рядом сидит мама или папа. Также лепят везде представлены разные университеты, музеи. И они предлагают для детей мастер-классы бесплатно. Есть, конечно же, некоторые мастер-классы, которые платные, но тут с головой вам хватит тех, которые предлагают бесплатно. Тут эти мастер-классы предназначены для детей любого возраста. Тут и очень маленькие дети есть, и дети постарше, и взрослые, которым это также интересно. Тут шумно. И где мы успели побывать? Мы успели сделать самолёт летающий, крутой, летает очень хорошо. Успели побывать на ТСН. Вот я уже подхожу. Смотрите за моей спиной. Сейчас тут снимает мужчина детей на камеру. Я не знаю, что они там рассказывают, но мне эта часть очень понравилась. Я себе даже сделала пару фотографий. Это я сейчас нахожу в части, там, где фильм, кино, телевидение. Также тут очень удобно, что везде расположены такие пуфики. Если вам захотелось посидеть, можете без проблем сесть, отдохнуть. И вот тут сейчас я тоже уже подхожу к одному объекту, который называется «Майстерная кинота анимации». Тут тоже на зелёном фоне что-то снимают. Сзади делают мультики из пластилина. Дети все лепят фигурки, придумывают сюжет. Вот тут вот ещё одна станция фильма. Тут также что-то рассказывают. Тут находится станция кулинарии. Тут можно понюхать разные специи. Тут я даже видела, что что-то готовили. Какие-то вареники или что-то наподобие этого. Также вот майстерня и игрушок. Разные представлены старые игрушки. Также тут можно из дерева выпилить самостоятельно какие-то детали. Тут с ленточками дети играются. И действительно все очень довольны. Взрослые дети фотографируются на конячках. Тут проводят мастер-класс по глине. Вот, это мой папа даже, он сидит лепит. Так что всем тут найдётся занятие, если вы сюда приедете. К сожалению, этот мастер-класс и это мероприятие, это уже последний день. Но его проводят каждый год, поэтому можете приехать в следующем году. А вот это вот место, этно-майстерня. Тут могут завязать на вас платок. Красивым способом мне это сделали, мне очень понравилось. Рассказывают всё очень так хорошо, с душой. Не просто так, чтобы отчитать и всё. А действительно, людям это нравится, чем они занимаются. Вот, вот этой части мне очень понравился один мастер-класс тут был. Стоял парень, который проводил разные опыты, скажем так, с дрожжами, с фломастерами, со спиртом, с сахаром. Это было не только интересно для детей, а также и для взрослых. Все стояли и с интересом слушали. На этом месте проводилась лекция на тему музыки, оперы. Тут можно сделать самостоятельно барабаны. И на этом всём ещё не заканчиваются развлечения. Вот сейчас мы заходим в место для более таких детей поменьше. От двух годиков тут разные конструкторы, всякие интересные вещицы можно сделать и потрогать. Так что вот так вот. И мне очень нравится. Я рада тому, что у нас есть люди, которые всем интересуются, а не то, что сидеть дома перед телевизором. И всё, люди заинтересованы развиваться самостоятельно, развивать своих детей. Конечно же, тут есть место, где можно купить кофе, чай и что-то сладенькое. А вот тут находится комнатка разумной димтехнологии «Та инновации» в сучастном свите. И прошу заметить, тут все надписи ещё продуглированы на языке для людей, которые не видят. Вот, допустим, вот такая вот комнатка. Я подробно не буду рассказывать, что тут. В следующем году можете приехать и самостоятельно увидеть. Следующая комнатка «Природа и мы». Вот она. И последний зал — это финансы-то развиток. Тут учат детей считать на счётах. Я ещё не научилась. Вот тут вот. И последний пункт. Сейчас заходим. Можно? Смотрите, тут такой зал. Тут проводили какую-то лекцию, конференцию. Расположены такие разные картины. Вот он достаточно огромный. И тут это единственное место, где тут спокойно. Играет музыка. Расскажите muchísimo. Играет музыка. Здесь проверены повторяются разнообразы. Сейчас пришли чуть retire и успpet perimeter. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok